Музыка Всем привет! Вы наверное помните то, что мы зарезали недавно нашу свинью мангалицу большую Я уже закончила с разделкой ее У меня уже сложилось какое-то мнение Вот многие люди интересовались какое же мясо у мангалицы чем оно отличается от обычных свиней Я сейчас хочу немного рассказать о собственных наблюдениях Во-первых мы занимались в основном вьетнамскими слаблюхими свиньями Сразу же, когда разделывала мясо мангалицы, я заметила разницу между салом Начнем с того, что у вьетнамцев у них и без того было очень нежное сало У мангалицы оно все-таки совершенно другое То есть это сало, которое практически вот ты его берешь на руку и оно практически сразу начинает таять у тебя и становится как прозрачный листик полиэтиленовый То есть это небо и земля это очень нежный продукт это что-то невероятное для меня это для меня открытие Самое приятное для меня было то, что помимо большого количества мяса в свинье оказалось очень хорошее сало грудинки, беконы и все такое прочее Очень много хороших, добротных кусков сальных частей Сейчас мы затянем стол пленкой и продемонстрируем какие куски у нас из мангалицы получились мясо, сало и всего прочего Ну, пробежимся потому что у нас получилось Вот мы видим две достаточно таких увесистых вырезки Они, конечно, у нас неаккуратно вырезаны, но по сравнению с вьетнамцами это, конечно, небо и земля от большой свиньи получить такую вырезку Далее Вот мы смотрим Вот я специально принесла один кусочек сала самого толстого Это 4 моих пальца Это просто восхитительно Очень такое плотное, хорошее сало Я его уже начала солить Прошу прощения Не удержалась Вот Ну, в основном вот такие вот у нас кусочки Я считаю просто замечательные Вот это вот у нас шейка Точно такой же есть второй кусок от этой свиньи То есть, ну, мы видим достаточно достаточно хороший объем ее У вьетнамца ее вообще найти очень сложно То есть, там вот, ну, вот такой какой-нибудь кусочек Дай Боже Ты найдешь там Вот я тоже начала солить Замечательная просто, я считаю Просто шикарная грудка Просто выше всех похвал для меня Какие слои, посмотрите Я считаю это вообще То, что надо И мясо хорошее И жирок То есть, это отличная закусочка будет у нас Вот это вот тоже варианты грудиночек Которые я еще не успела посолить Ну, вот они тоже Они чуть-чуть потоньше Но тоже мы видим Слои достаточно неплохие Такие, в принципе Ну, не только сало Ну, вот то же самое примерно Это от одного, видимо, куска У меня было Обрезано вот так Вот Ох Это Ребра с корейкой С частью мяса Мы именно так их в основном продаем нашим клиентам Корейка отличная Ребра очень мясные Тяжелые Килограмма 4,5 Весит вот этот кусок Можно накормить Целую армию И вот еще Я не стала распаковывать уже Это у меня снятый Точнее, это у меня окорок Без кожи, без сала Просто на кости Весит он Около 10 килограмм Мясо, мясо, одно мясо Шикарно Просто Это была моя мечта Всегда Получить хоть одну такую ногу У меня есть целых 4 Теперь Ну, подведем итоги У нас Свинья Получилась на 120 килограмм Это мы считаем мясо И сало вместе Голова у нас весила 8 килограмм И в целом я Очень довольна результатом Конечно, хочу посоветовать людям У кого есть силы на это Заводить именно больших свиней Поскольку Продав такое количество мяса Вы можете получить довольно хорошую прибыль с этого Накормить себя Накормить своих близких В принципе, очень советую Мангалица меня не разочаровала Поскольку мы еще ни разу их не резали Мы сейчас только увидели результат Поэтому Очень надеюсь Наше видео было для кого-то полезным Всем спасибо за просмотр Всем удачи Пока Вороздин Где всех свиней я господин Ах, ради ваших глаз Поедем хоть сейчас Там столько чудных дней Среди моих родных парей Счастливей всех в моем Мы проживем Счастливей